Недаром говорят, что выносить и родить ребенка – настоящий подвиг. Беременность – особый период для каждой женщины. Заботиться в эти 9 месяцев приходится не только о себе, а и о другой, маленькой, но от этого не менее значимой жизни. Фитнес, йога, массаж и дыхательные практики. На курсах для будущих мам женщин стараются не только физически, но и, что немаловажно, морально подготовить к родам, чтобы и беременность прошла легко и во время болезненных схваток, они не растерялись. Мария Супрунюк с молодыми мамами работает больше 10 лет. Психолог по образованию когда-то и сама пережила этот непростой процесс. К родам готовилась заранее и знала, как облегчить спазмы, теперь учит справляться и других. Это телесная практика. Если мы научились дышать, двигаться и расслабляться, мы можем себя обезболивать очень сильные схватки и совершенно спокойно рожать детей. То есть быть в адекватном состоянии, чувствовать все процессы, которые происходят. Осознанно подходить нужно не только к беременности, но и к зачатию. За несколько месяцев до врачи советуют отказаться от контрацептивов, вредных привычек, исключить из рациона жирные продукты, заранее подготовить организм. Обязательно посетить консультацию акушера-гинеколога, сдать обязательно мазочки. До планируемой беременности в течение трех месяцев она должна получать прегравидарную подготовку, которая заключается в приеме фолиевой кислоты, калиоидиды ежедневно, один раз в сутки. Также нужно встать на учет гинеколога и наблюдаться в течение всего срока. Существует и школа ответственного родительства. Здесь уже не только мамы, но и папы. Учатся, как правильно держать, одевать, купать ребенка, что делать, если он болеет. Самое главное, чтобы занятия вели квалифицированные врачи. Такая школа есть и в женской консультации при Симферопольском клиническом родильном доме номер два. Когда-то здесь занималась и Антонина Гальчинская, теперь ее дочери Диане уже полгода. Только после того, как я изучила очень много информации, читала, смотрела, ходила в магазины, сравнивала, перебирала, я смогла сделать какой-то выбор. Но, скажу честно, не всегда этот выбор был удачным. Методом проб и ошибок Антонина сумела собрать для себя идеальный набор. Теперь тревожный чемоданчик помогает подготовить и другим. Состоит он из одноразового белья, пеленок, всевозможных присыпок и не только. Такую сумку можно собрать самостоятельно или, если не хотите бегать по магазинам, заказать. В интернете тысячи предложений на любой спрос и кошелек. Послеродовые комплекты, вещи на выписку, косметички, аптечки и даже продукты. Одним словом, все для того, чтобы и мама, и ребенок чувствовали себя максимально комфортно. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня.